Привет друзья, это новый влог, с вами бородатый волосатый ежов и прежде чем ставить мне лайки или дизлайки обязательно перейдите по ссылке в описании на канал Кати она выложила прикольный девочкой влог я его прям с удовольствием посмотрел поэтому поддержите ее и поставьте лайк или дизлайк, почему бы и нет давайте теперь по мне я закончил рабочий день у меня сегодня вот так вот сплошняком были встречи одна с другой, извините за выражение я не мог просто нормально сходить пасать поэтому ничего днем и не снимал начиная с вечера ну мы сейчас что, съездим в онлайн трейд я палку, которую вчера купил еще одну такую заказал может быть потом Кате гоупро купим когда-нибудь ну даже если не купим, по-любому пусть у меня лежит потому что она мне очень сильно понравилась ну и кофейку возьмем, поедим что-то ну то есть обычный домашний влог все как вы любите что там Катя делает, я не знаю ты все? это вышло, я только-только одела серьезно? да, прям только-только а так могла бы показать что-то интересненькое да конечно удалил ты че, конечно как это красиво нравится это что за топик то? а это я купила ну это я не видел ну я вообще не носила ни разу это откуда? сенсей вместе с джинсами покупала ну помнишь, да, темные джинсы? и белые джинсы? уже нет ну вот эти белые? и вот эти темные это и же с мамой покупали, нет? белый с мамой. Вот эти я отдельно покупала вместе с этим топиком. Я не знал. Ну короче, сначала купила темные джинсы и этот топик, а потом мы с мамой пришли в Сенце и еще купили мне белый. Вот этот цвет очень дурацкий, потому что он моргает. Да, я вижу. Очень сильно. А если вырубаешь вот этот? О, все хорошо. Ну-ка, прям проверим теорию. Да? Потому что вот эти лампочки я покупал отдельно сам. А вон те, ну какие-то старые. Мне это не нравится, надо их поменять. Помнишь, я тебе говорил об этом. Думаешь, не трогай. Но они ребят на камере. Там вот этот димминг есть, или как это по-русски сказать, эффект. Ну короче, как стробоскоп они работают. Ну да, я сюда кину. Мне так удобно. Просто здесь есть место. Почему на кроссовке, на пол практически? Так получилось. Так что вам сверху надеть? Потому что если так и сверху что-нибудь такое, то я замерзла. Мне нужна какая-нибудь кофта. Надевай пухан. Прямо на голое тело. У нас машина будет прогретая. Нам главное добежать. Сюда не заходи, пожалуйста. Хорошо, не буду. Три градуса на улице, между прочим. И я включил подогрев. Имей ввиду. Если мама моя услышала, она по-любому посмотрит этот видос и услышит твои слова, одевай на голое тело пухан на топе, она бы тебе сказала, с ума сошел. Видите, Катюха подбирает прям стилек, чтобы все было четко. Черно-белые кроссовки, черно-белая рубашка и черная футболка. И черная курка. Красный шар. Шар не тему. Я знаю, мне просто надо уши закрыть. Как-нибудь не знаю, так, чтобы уши не болели. Но могу другого цвета не брать. Да тебе до тачки дойти, какая разница. Вот именно, я все равно его сниму. Все пошли. Мне даже интересно потом будет посмотреть, когда я буду монтировать, видно ли что-то. Потому что очень слабый свет. И как правило, я такие темные кадры снимаю только в машине. Сейчас Катя говорила о том, что когда я только начинал снимать свои влоги, у меня 1000 просмотров набиралось через несколько дней. А у Кати набирается где-то за полтора дней. Я говорю, вот тебе хорошо. Потому что я когда начал, прям страдал. Думаю, ну еще даже хотя бы 50 там лишних просмотров. Я за этим сильно следил. Я только сейчас начала ютуб вести. Я выкладывала супер ужасные просто видосики, когда мне было 9 лет, потом 10, 11, 12. Короче, несколько лет я иногда выкладывала какие-то видосики, из-за которых мне очень стыдно. Я их скрыла в Салонбург. Вот. И то же самое. У меня там набиралось, не знаю, по 500 просмотров. И я такой, да, 500. Ну, то есть, мне кажется, у всех это было. А что ты снимала? Ну, тоже какие-то влоги я снимала. Что я еще снимала? А, ну я тогда после в гимназии училась. И помню, к нам приехала какая-то девчонка из... Откуда она была? Из Америки, не знаю. Ну, короче, она на английском шпаривала. Она у нас выступала, пела. Вот. И я тогда в этот день решила все позаписать, рассказать. Ну, я там практически ничего не рассказывала, но показывала, что у нас тут происходило. Это тоже я выкладывала. И вот 500 просмотров, да, там было? Да, я не помню, сколько было, но мало. Ну, когда ты маленький, то, конечно, для тебя это весомая цифра такая. Да, да. Да не, мало было очень просмотров. И на самом деле я... У меня же не было там техники какой-то. У меня не было айфона. Сейчас на айфон нужно такие видосы крутые снимать. Это правда. А у меня тогда был, блин, не знаю, ну какой-то телефон, может, алкотелька какая-нибудь, не знаю. И мне подарили камеру. Она вообще недорогая. Она вообще для фото предназначена. Вот. И у меня видео были супер ужасного качества. И я помню, я монтировала не в Final Cutie или Premiere, да? Я монтировала в каких-то редакторах, которые я скачивала из интернета, взломанные версии. Вы знаешь, сейчас я такая у тебя типа, Ангелия, что будет, если нажать на эту кнопочку? А тогда я как хакер взламывала там все скачивала. Я там разбиралась во всем. И все родственники говорили, типа, то, что я разбираюсь в технике, наверное, автоматически не стану. Программист. Тебе там бабушка такая, да, соседка, может, ты мне винду перестанешь? Сейчас я просто такая Андрея постоянно говорю, Андрей, тут все пропало, что-то там телевизор, не знаю, погас или еще что-то. Ну, то есть я сейчас почему-то... И я как служба поддержки. Да-да-да. А нам снова будут говорить, что мы одно и то же едим. И одни и те же кадры у нас всегда. Я не одно и то же. Сегодня ролики? Да, они разные. Как раз расскажешь, понравилось, как громко было. Не, ну я не изменяю традициями, у меня все та же паста лючья. Ну давай, рассказывай про роллы. Я вообще не проживала. Но роллы вкусные, мне понравились. Но викитория, наверное, в Филадопии получше, но тоже неплохо. Катю, ну мы с тобой крутые. Влог полная копия предыдущего. Онлайн трейд, паста лючья. Вот потом на люди пишут, типа у вас одно и то же. Быто тут надоело смотреть. Причем, ладно, не понравилось. Даже товар один тоже покупаю. Мы просто за палкой опять такой же. Завтра тоже пасту пойдем, возьмем и палку еще одну. Последнюю, которая там осталась. Я просто когда вот это покупал, там было три штуки в наличии. Вечером, когда ты заказывал, было уже две. Не надо завтра еще сгонять. Огонь. Просто влоги. Копипаст. Можно один и тот же каждый день выкладывать. Для тех, кого Альцгеймеров, вот ем. Ну на, для разнообразия контента ты должна представить эту замечательную палку-снималку. Давай. Представляем вам модель от компании DigiCare. Ну давай что-нибудь рассказывай. Что рассказывать? Ну он мне рассказывает, для чего она мне нужна? Да. Ну я просто тоже такую мупрошку хочу. Она пыльная. Прошлая коробка тоже была пыльная. Да я тебе говорю, ничего не меняется. Ну я не знаю на самом деле, буду я снимать эту мупрошку или нет. Еще подумаешь, да? Мне очень нравится, все круто. Единственное, почему-то все про звук говорят, что со звуком все идеально на самом деле. Не знаю, мне нравится. Вот. А по картинке все круто. Единственное, я не смогу приближать так сильно, как на этой сонке, на которой я сейчас снимаю. Но в принципе, ну, просто будут у меня видосы, не знаю, с широким углом и без всяких там красивых штучек. Типа там листики, уточки, не знаю, и всякая прочая фигня. На эту тоже можно снимать листики и уточки. Ну помнишь, мы ездили в... куда мы ездили? Где уточек снимали? Это Ростов Великий. Вот, в Ростов мы ездили и я уточек сняла. Максимально крупные, это было очень красиво. А ты не смог заснять. Зато у меня уточки были очень классно покрашены. Потому что на GoPro теперь 10-битный цвет и покрас офигительный. Ну пусть он у меня будет, я буду менять. Заехали к маме, поменяли ей чехольчик. Вот так выглядит. Смотрите, какой старый был, желтый по сравнению с мамой. Он был золотой. Он просто вытерся. А, он был вот, смотри, видишь, что типа золотой. Ну все равно, из-за того, что прозрачный, он и пожелтел на солнышке. Каждый год их вообще надо менять. Он обестиветился просто. Теперь будет два чехла, можно будет менять. Он просто обестиветился. А этот чехол я взяла с бортиками, как у меня, специально противоударный. Ну мы так неожиданно решили заехать к маме. Тут оставили кое-какие вещи, плюс отдали чехлы. И хотел рассказать, сейчас видели такую забавную историю, в кавычках. Недалеко от нашего дома есть пешеходный переход. И там мужик какой-то перебегал дорогу. И ехала тачка, вот по пешеходнику. И мужик думал, что ему эта машина уступит. В итоге он треснул по ней кулаком. Мужик на этой машине резко тормознул. И в него сзади просто влетела машина. Вот так вот. Мужик на ровном месте создал ДТП. Хотя, казалось бы, вообще не прав. Причем смотрели на этого мужика. И он такой, хоп, увидел эту аварию и убежал. Просто в темноту. Вот такие козлы бывают. Ну то есть понятно, если ты спокойно переходишь. И тебе не уступают. Да, можно как-то там разозлиться и так далее. И теперь там мужики стоят. Я даже не представляю, что у них там в головах. Что они ощущают. Ну это прям пипец. Мы приехали к дому. Машина сейчас показывала минус один градус. И на машине уже образовался иний. Красиво. Пойдем. Ну-ка уши давай прикрой. Жесть. Не кажется, что рановато, нет? Ну вообще к ноябрю дело близится. На самом деле нормально. Ну что, живем от весны до весны, да? Да. От лета до лета. Да-да-да. Не, я бы поехал, конечно, в Таиланд. Но попозже. Ну мы же на Новый год куда-нибудь поедем. Конечно, не в теплые страны, но тоже какое-нибудь путешествие мини, я думаю, сделаем. Ну и это не мини будет. На две недельки. Да, если получится все. Но мы сейчас думаем пока, ребята. Если все получится, если мы все-таки соберемся, то будет очень круто. На пару недель куда-нибудь в наше любимое направление. Но что-то новенькое будет. Я там еще не была. Да. Так что следите. Когда-нибудь расскажем. Ну в ближайшем будущем, конечно. Да. Охренеть. Пару месяцев осталось. Я все жду Нового года. Хочется путешествовать. Вот так странно. Я вот с мамой разговаривала. Очень странный у меня запрос. Я говорю, мам, я хочу спать на заправках. Она такая, ты что, дочь? Я говорю, ну я хочу спать в машине на заправках. Питаться, не знаю, хутдогами на заправках. Кумпончики заезжать. И вообще, мне это все очень понравилось. Эта атмосфера очень крутая. Почему-то люди, ну правда, воспринимают это какой-то негатив. Типа, чего, у тебя денег нет на отеле? Да есть у меня бабки на отеле. Нет денег, просто это реально классно. Это просто интересно и необычно. Если вы не пробовали, ну как бы не надо критиковать. Мы с тобой еще постараемся к Новому году купить такие штучки на стекла, на окна, чтобы свет не проникал. Потому что иногда, знаешь, когда солнце палит, у тебя, конечно, есть тренировки, но все равно что-то да видно. Не-не, видно, видно. И я в машине иногда там переодеваюсь. Ну тоже как-то некомфортно, особенно если там рядом с нами людей много. Если какая-то популярная заправка. Да, согласен. Поэтому эти штоки, ну, две функции будут выполнять. И свет не будет пропускать, нам будет спать удобнее. Ну, фонари не будет там в лицо светить. И плюс нас не будет видеть. Второй раз я за последние три месяца вылез на улицу. Ну, мы просто за покупочками хотели сходить и посылки забрать. Всякая фигня, потом покажу. В общем, зашел я в магнит. Два раза пытался купить товар. У меня не прошла карта. И так получилось, что я вот Актимельки, которую мы должны были купить случайно, убрал в карман. Когда мы их уже типа пробили, просто уже пробили, собрали себе продукты в пакет. И Актимельки запихнули в карман, чтобы выпить их сейчас, когда выйдем. И Андрей плачет карты, карта не проходит. Несколько раз попытался. И мы такие, все, плюнули, уже вышли. И он потом руку в карман засовывает и плывал в Актимельки. Ворюга! Что поделать? Сегодня классный день, солнечный. Было солнечное затмение, такая тавтология. Я это увидел, когда высунулся из окна. А у нас был созвон рабочий. И Катя такая говорит, а вообще-то сейчас, ну типа, затмение. Я вылезаю, там реально часть солнца была закрыта. Ну, я не стал тебе орать, он уже рабочий созвон. В итоге все вылезли в окошко. А только с моей комнатой можно было бы увидеть. А я с видео болтал.